Только 180 лучших участников, представляющих более 40 вузов как России, так и зарубежных государств, оказались сегодня в этом зале. И мы уверены, что мероприятия подобного рода имеют огромное значение для подготовки специалистов международников в области права. Ректор МГИМО Анатолий Васильевич Старкунов не раз отмечал серьезную необходимость развивать в студентах практикоориентированные знания. В целом в университете МГИМО мы исповедуем именно такой подход. Это чрезвычайно для вас сейчас важно, потому что будущее за вами. Вы благодаря своим новаторским идеям, своему молодежному подходу, своему видению со стороны, что вас не устраивает, подскажете в том числе взрослым, куда идти. И мы с удовольствием передадим эту информацию и в Департамент общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации, и в Совет Европы. Модель Европейского суда по правам человека уже стала международным форумом и стремится воплотить свою главную цель – стать международной площадкой, объединяющей признанных экспертов в сфере защиты прав человека и наиболее активных студентов со всего мира. Честное, независимое, непосредственность. Хотим завести новые знакомства полезные, профессиональные, научные. Хотим в чем-то отточить свои навыки профессиональные, приобрести новые знания. И я уверен, что модель ЕСПЧ поможет всем нам в достижении этих целей. Мы долгое время в связи с пандемией были разъединены. Сейчас имеем возможность так консолидироваться ради того, чтобы достичь новых целей своих научных. И я очень, безусловно, рад принимать участие в этом мероприятии. Наверное, мы просто очень сильно всплотились во время заочных этапов. Учитывая, что наша палата, в принципе, выиграла премии, которые были в дистанционном формате. И мне кажется, это нам всем очень сильно помогло. Мы научились как-то вместе взаимодействовать и поняли, как лучше организовать нашу командную работу. Волк-прук сегодняшний. Российские юристы, которые не знают всего того, что знают. И вы, дорогие мои коллеги, назову вас так, потому что без этих знаний ты можешь считаться настоящим профессионалом. Очень интересно, что в этом году организаторы сразу предложили палатам представлять свое дело на нескольких языках. Даже если это были палаты русскоязычные, так называемые, где дела рассматривались на русском языке, то в любом случае с палатой работал переводчик, который переводил полностью представление на другой язык. Эксперты отметили высокий уровень владения языком, в том числе и французским, и английским. Это прекрасная модель, которая не только позволяет участникам развивать свои навыки в рамках СПЧ, узнавать какие-то новые детали, какую-то новую информацию касательно конвенции работы Европейского суда. Это еще и важная социальная связь между участниками. И благодаря модели мы смогли сплотиться вместе с дружной командой, очень глубоко проработать выданный нам кейс. И таким образом мы стали друзьями, мы сейчас общаемся, это великолепная возможность. Мы удалось не только воплотить в жизнь такое крупное мероприятие, но и передать сам дух ЕСПЧ, суда. Кейсы, которые были разработаны, ставили невероятное ощущение. Над ними было работать не просто интересно и продуктивно, но также и полезно. Они были очень актуальны. Самой работой модели предшествовало три месяца встречи с экспертами Совета Европы, юристами, экспертами российскими в том числе, которые работают на правозащитную тематику и на этом направлении. И, конечно, мы сегодня видели очень высокий уровень представления дел. Мы отметили, что такой формат подготовки к модели, наверное, будем использовать и в будущем, потому что он дал свои положительные результаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова